Голубицкая июля. Пару лет назад вы утверждали, что у Путина нет шести лет. Скажите, ваша позиция прежняя? Ну, прежняя я базируюсь на оценке факторов экономических и политических. Россия в изоляции. Сейчас такой небольшой прорыв благодаря Джо Байдену осуществился. Такой небольшой выход из изоляции, по-моему, ненадолго. Но экономическое положение уже такое, что страна не выживает. Уровень коррупции и неэффективная экономика, которая превышает доходы государства от продажи нефти, газа. Ну, не выживает страна, понимаете? И делается все возможное для того, чтобы противодействовать вот этим внутренним, негативным для Кремля тенденциям, репрессии и регулирования, жесткое регулирование региональных структур. И это мало чему помогает. Страна не выживает, то есть она политически, экономически, социально, психологически не выживает. Включен механизм репрессий, включен механизм мощнейшей пропагандистской кампании. А народ, так сказать, ну на глазах просто беднее становится, несчастней. Финал, ну, совершенно очевиден. У государства нет оснований для существования напряжения с регионами. Путин, вон, Сокурову сказал, две тысячи конфликтных ситуаций с регионами и между регионами. Регионы пытаются выживать самостоятельно. Возникает напряжение между регионами и центром. Ну, это все вот как в последние годы существования Советского Союза. Ну, люди как-то выживали в те годы. Там и полки были пустые, и карточки были, выживали. Но сейчас другая экономика. Сейчас не карточки, а цены повышаются. Делают продукты, обычные продукты, недоступными. И это не может закончиться никак иначе, как дезинтеграцией. Путин, его окружение, Кремль. Они не выгодны стране, не выгодны гражданам. Тут выживает либо Путин, либо и его команда. Либо страна, и граждане, и регионы. Я считаю, что более вероятно все-таки вот этот процесс дезинтеграции. Д goes на пикар rugby. Скажи, что а литрук?